Если говорить о аксиологическом векторе, о ценностном векторе, то либерализм делает однозначно ставку на ценности цивилизации в ущерб ценностям культуры. Ну и понятно, в ущерб традиционным ценностям, которые являются частью культурных. То есть культура versus цивилизация, или цивилизация versus культура. Макдональдс – это ценность цивилизационного порядка. А харчевня дяди Абдулы – это ценность культурного, традиционного порядка. Если взять эти две оптики, оптика цивилизации и оптика культуры, традиции, и посмотреть на фундаментальные социальные отношения и институты, ну, например, институт семьи, в оптике культуры есть отец, есть мать, есть дитя. А в оптике цивилизации есть родитель один, родитель два, ребенок-индивид, имеющий свои права, а все остальное не важно. И, естественно, ювенальная юстиция. То есть либерализм как раз есть отказ от личности, потому что личность не есть индивид. Личность – есть прообраз всего общества, что важно для традиционной оптики, для культуры, но совершенно не важно для цивилизации. В Макдональдсе работают все одинаково. Ну, вот скажи мне, какая-нибудь тетя Полина или тетя Олеся, которая живет в Белоруссии, будет ли она печь и продавать пирожки по рецептам прабабушек, если на каждом шагу будет какой-нибудь условный Макдональдс? Ведь транснациональные корпорации вытеснят национальное производство. И происходит обезличивание как на макросоциальном уровне, так и на микросоциальном, то есть на макросоциальном уровне. Страна теряет свое индивидуальное лицо. На микросоциальном уровне вместо традиционных ролей муж и отец, жена и мать, дитя, возникает родитель один, родитель два, а ребенок еще и должен выбрать свою гендерную идентичность, и ему в школе на выбор предлагают там 30 гендеров, то есть на микросоциальном уровне. И на индивидуальном уровне тоже происходит обезличивание, происходит рекрутирование личности в индивида. Редукция личности к индивиду. Вот антропология либерализма. Редукция личности к индивиду.